Несколько слов хотел бы сказать, причем слов, может быть, с которыми многие не согласятся, а для многих, может быть, совсем они будут неприятными. Но я думаю, что я имею право тоже мнение свое высказать к этим вопросам. И касается этого вот чего. Я, как священник, наблюдаю сейчас очень интересную картину, очень интересную ситуацию в нашем обществе. В основном я стараюсь телевизорно смотреть. И, в общем-то, давно уже это правило пытаюсь исполнять. Но иногда все-таки приходится так вот. Включать несколько раз в месяц и наблюдать за какими-то обсуждениями в обществе некоторых вопросов. Наблюдать за политическими всякими движениями в нашей стране. И вот что я наблюдаю. Включая телевизор в последнее время, я вижу, с какой легкостью многие люди сейчас начали говорить о войне. И в том числе о ядерной войне. Я просто, понимаете, в шоке. У меня хочется таким людям сказать, что вы что, обалдели, ребята? Вы о чем вообще говорите? С чем вы смиряетесь? Что вы обсуждаете? Причем из месяца в месяц градус вот этой агрессивности, какой-то ненависти, непонятно на кого направленная, он все повышается и повышается. Кому-то хочется с кем-то в последнее время очень сильно повоевать. И вот запомните, я уже говорю не только как священник, а как историк с высшим образованием, я вам могу констатировать такой закон исторический, что когда большинство в народе соглашается с вероятностью, с возможностью войны, то война возникает. Понимаете? Это вот такой вот парадокс. Она вот, вроде бы, пока люди не допускали такой возможности, всего не было. Как только допустили какой-то агитации, какой-то пропаганды, вот она возьмет и возникнет. И нам сейчас кажется, что мы вот на волне вот этой какой-то ненависти всенародной находимся, так сказать, на подъеме. Да, у нас говорят сейчас о патриотизме, у нас говорят сейчас о какой-то особой народной сплоченности. Так вот я уже как священник говорю вам, что ненависть, она, если объединяет народ, то на очень короткий срок, на очень короткое время. А потом она народ разобщает еще больше. И вот когда мы будем патриотами только из-за того, что мы кого-то ненавидим, а на разных этапах нашей исторической конвы мы ненавидели разных людей. В 90-х мы там каких-то олигархов ненавидели. Потом мы научились ненавидеть людей другой национальности. Сейчас мы ненавидим там Америку и Европу и так далее. И многим кажется, что это продуктивно. Я считаю, что это контрпродуктивно. Патриотизм, настоящая любовь к Родине, культуре, должны основываться на любви. Понимаете? На любви к своей истории, на уважении к своей истории и на знании своей истории. Потому что когда мы кормим друг друга какими-то мифами о том, что Россия никогда, например, войну не проигрывала и никогда войну не начинала, это просто говорит о том, что человек историю не знает. Когда мы считаем, что достаточно говорить о том, что мы русские, а самим даже на русском языке не уметь разговаривать, ну а о каком вообще, да сказать, о какой культуре может идти речь, если мы без мата уже говорить не умеем? Если мы говорим о какой-то сплоченности, о каком-то патриотизме, посмотрите на семья на нашу, на теперешнюю. Мне хочется иногда просто с неба на землю вот этих вот лжепатриотов сдернуть и сказать, вы на действительность на нашу посмотрите. Мы сейчас все стали геополитиками. Люди, которые не знают, где находится там Бангладеш, Чили-то и Австралия, не могут на карте показать, они все считают, что они знают, что в стратегическом плане для России выгодно, а что не выгодно. Все стали геополитиками. У нас все проблемы страны нашей оказываются теперь внешнеполитические. Обратите внимание, в последний год у нас внутриполитических проблем вообще нет. Так вот, я глубоко убежден, что основными проблемами нашими и основными врагами нашими являются внутриполитические проблемы. Понимаете? И мы враги сами себе становимся. Я вам несколько цифр просто приведу. Статистика по абортам. Я много раз об этом говорил. Многие из вас это слышали уже, но может кто-то не знает. Россия занимает первое место в мире по количеству аборт. Задумайтесь над этим. Первое место в мире мы занимаем по количеству абортов. Только по официальной статистике в России на 100 родов приходится 60 абортов. Это официальная статистика занижена наверняка. А вот обратите внимание, что в Волгоградской области на 100 родов приходится 100 абортов. Волгоградская область первая в России по количеству абортов. То есть в итоге мы получаемся первой в мире. Волгоградская область первая в мире по количеству абортов. Таких врагов внешнеполитических мы еще должны искать, когда мы сами свои семьи вырезаем. Насчет пьянства имеет смысл приводить цифры? Знаете, есть такая цифра, такой индекс количества литров выпитых в год на душу населения. Вот если 8 литров на душу населения в год, это считается еще цифра, которая, так сказать, в пределах ПДН, предельно допустимой нормы. А вот после 8 литров уже начинаются в народе процессы деградации, процессы умирания, то есть необратимый процесс. Что такое необратимый процесс, это понятно. То есть до определенного момента болезнь можно вылечить, а после определенного момента уже врач тебе говорит, все, до свидания, мы тебе помочь ничем не можем, иди домой. Вот это необратимый процесс. Так вот знаете, сколько у нас пьют в России? Какова цифра эта у нас? 16 литров, понимаете, ровно в два раза превышает. Да кто нам, опять же, врагом является? Не мы ли сами? Но я вас вынужден поздравить, должен поздравить, в кавычках, от всей души. С 1 февраля у нас цены на водку понизились. Я вас поздравляю. Это большое благодеяние нашей власти по отношению к нашему народу. Про разводы. Опять же, статистика такова. Я был пообщавшись очередной раз с молодой семьей, которая просуществовала полгода, а потом развалилась. Я был возмущен и пришел в ЗАГС и сказал женщине, которая там работает, говорю, почему вы с легкостью с такой разводите молодые семьи? Вы можете какую-то строгость проявить, какую-то строгость пытательную давать? В конце концов, какие там пошлины? Пошлины 400 рублей, понимаете? Неподъемные деньги. А что мы можем сделать, папушка? Я говорю, ну вы подумайте, 70% браков разваливаются. 70%! Для сравнения, в конце 90-х годов, когда еще в Волгограде служил, мы венчали, бывало, по 4-5 пар каждое воскресенье. Сейчас в самой Пасхе, вот до этого момента, если 5 где-то пар всего мы повенчали, это хорошо. Понимаете? Уже не то, что ни венчания нет, уже браков нет. Как такового института браков нет. И вот эта женщина в ЗАГСе мне говорит, батюшка, у вас устарившие сведения. Не 70% браков разваливаются, а 100%. То есть ровно столько же, сколько браков заключается, столько же и разводов фиксирует ЗАГС. Понимаете? Кто? Это американцы, это европейцы, может быть, гомосексуалисты какие-то нас заставляют, наши браки разваливать. То, что касается измен, то, что касается блуда, я как священник вам скажу, это страшная ситуация. Уже нет практически семьи, в которой бы сохранялась какая-то верность супружеская, какая-то любовь. И вот как мы на это должны смотреть? Мне кажется, вот эти проблемы надо обсуждать. А то, что мы куда-то ринем сейчас, в очередную войну, кинемся и будем там с кем-то мировые какие-то разборки устраивать, я не уверен, что мы победим. Понимаете? Если там Первая мировая война, которую мы отнюдь не выиграли, была действительно с огромным резервом и людским потенциалом, и то мы не смогли. Вторая мировая война, мы еще держались на каком-то потенциале, опять же, дореволюционном, и по крайней мере, количественно, мы были огромны. Мы во много раз превосходили своих противников, понимаете? То сейчас ни в количественном, ни в качественном, так сказать, соотношении мы не удерживаем никакого сравнения. И поэтому, прежде чем махать, так сказать, шапками и закидывать кого-то, критиковать кого-то, говорить о пороках других стран, не лучше, как Крылов говорил, на себя к ума обратиться и посмотреть. А может быть, самое главное, что надо поменять, это поменять вот эту внутрополитическую ситуацию. А лучше сказать, семейную ситуацию, духовную ситуацию, внутреннюю, личностную какую-то ситуацию в нас самих. И вот эта дестабилизация, о которой мы сегодня говорили, казалось, кто-то дестабилизацию вносит в наше общество. Какие-то там майдановцы, какие-то пятая колонна и так далее. Это люди, которые просто показывают на какие-то недостатки нашего общества. Вместо того, чтобы обратить на это внимание, как легко мы, опять же, причисляем их там и к нацистам, и к фашистам, и к продажам девкам капитализма и так далее. Понимаете, так вот мне лично кажется, это я уже говорю как гражданин, а не как священник, что больше всего дестабилизирует нашу ситуацию, нашу власть, которая говорит о каком-то патриотизме, о детей своих почему-то, наши депутаты, наши чиновники, учат за границей в Америке и в Европе. И народ это знает. Это не то, что в 30-х годах можно скрыть что-то было. Сейчас это все известно, когда просто списки вывешиваются в сети тех депутатов, у которых дети за границей учатся. Один высокопоставленный чиновник учит, опять же, по телевизору у нас патриотизму, а женушка его, благоверная, закупается перед Новым годом продуктами, колбаской и сыром в Париже. Понимаете? И не стесняется, так сказать, выкладывать все это в сети, показывать свои продукты, которые она там купила. И Бентли за 11 миллионов, которые ей, ее благоверный супруг подарил. И вот хочется вспомнить, опять же, еще одни слова классика. Салтыкова-Щедрина, который в 19 веке еще сказал. Говорит, чем больше сейчас у нас в России, это еще в то время он говорит, чем больше вы слышите где-то о патриотизме, криков, значит, надо думать, что кто-то где-то что-то украл. Понимаете? Вот у меня такое чувство, что и сейчас те люди, которые полполовины денег народных вывезли за границу, они же громче всего о патриотизме кричат. Я не против патриотизма. Я, наоборот, считаю, что любовь к своей стране, к культуре, отечеству, традициям, к вере, это то, что должно быть у нас у всех, уж тем более у казахов. Но в правильном русле надо этот патриотизм свой направлять. Надо каждую выпитую бутылку водки воспринимать как ракету, понимаете, которая в нашу сторону прилетела и в нашей стране взорвалась. Надо каждый аборт, каждый аборт, который мы, который вы в своих семьях допускаете, а я уверен, что вы допускаете это, потому что если бы вы не допускали, у вас бы ни по двое, ни по трое детей было, а гораздо больше. И вот каждый аборт, который мы допускаем, это геноцид, который мы допускаем. Никто, ни с Америки, ни с Европы к нам с геноцидом не пришел. Мы сами вырезаем собственных детей. Каждый развод, который мы допускаем в своей семье, это вот развал страны, это сепаратизм, понимаете? Каждая измена своей жене, это измена Родине, это измена Отечеству. Потому что сложно мне представить такого верного человека, который в одном в чем-то верен до последней капли крови, а жене своей не может быть верен. Почему? Так вот на эти проблемы я бы хотел вам, так сказать, указать, обратить внимание, делайте то, что по-настоящему в наших силах. А кричать, плеваться, как эти Соловьев, Киселев и прочие вот это братья сейчас научились, это ни к чему, это контрпродуктивность совершенно не интересна никому. И еще раз повторяю, не смиряйтесь вы с этой возможностью. Мы должны помогать нашим страждущим братьям на юго-востоке Украины, помогать чем можем, материально как-то поддерживать их и так далее. Но допускать возможность вот этой какой-то мировой войны, еще раз повторюсь, с чего начать, как только мы с этим смиримся, как только мы с этим согласимся, она возникнет, она произойдет. Я не уверен, что мы в ней выиграем. Я вообще не уверен, что в ней кто-то может выиграть, понимаете? Вот поэтому не смиряйтесь. Поэтому всеми силами помните, что для христианина очень важен мир. Христос сказал, блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими. Для христианина важно научиться ненавидеть, обращать, любить даже врага своего, понимаете? Своего врага. Не чужого, а своего. Для христианина важно уметь молиться за человека. Когда ты не можешь что-то изменить своим действием, ты можешь молиться, что мы и делаем в церкви. Но учить ненавидеть, гневаться, проклинать, это совершенно ни к чему. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Господи. Руба!